Приветствую! Так, допустим, вам грозит какая-то опасность, но ваши войска находятся где-то далеко или у вас вообще их просто нет. В крайнем случае вы можете заплатить наемникам лишь часть от полной суммы найма, однако так вы влезете в долг и получите дебафы к коррупции и прочее. Поэтому если уводите армию далеко или у вас, опять же, ее попросту нет, но срочно нужно подавить, к примеру, небольшой мятеж или типа того, можете всегда оставлять некоторую сумму, к примеру, монет 120, необходимую для найма минимального отряда наемников. При найме учитывается не только ваше текущее золото, но и годовой доход. Вот, например, наемников за 386 я нанять не могу, тут написано, вы не можете нанять этот отряд наемников, ваш долг слишком велик, но зато за 342 монеты я нанять вполне могу, при том, что у меня у самого 119 доход плюс 10. Вы можете перемещать столицу своей державы в зависимости от бонусов местности. Ну, к примеру, сейчас у меня столица находится на пахотных землях, то есть это очень хорошее место, Париж, но, допустим, тут была бы плохая местность с какими-то дебафами или по другой причине я хотел бы перенести столицу. Например, в Орлеан. Щелкаю, и вот здесь столица держава переместится сюда, Орлеан теперь будет в столице, все переместить. Опа, видите, коронка переместилась. Не все понимают, как смотреть подсказки, да, и всякие скрытые в них там справки. Например, вот я по доходам мотаю, и видите, вот я, допустим, пытаюсь сюда, он пропадает. Вот я хочу на домен переключиться, она пропадает. Что же делать-то, как мне закрепить это окно? Просто удерживайте мышь, даже не нажимайте ничего. Вот, видите, оно так загорелось, выделилось окно. И уже можно сюда перенести и более подробно изучить, что же здесь именно находится. Вот, видите, оно, когда выделяется, то есть все, вы можете сюда переносить мышку. Вот так. То есть так же с другой. Ждете, пока выделится, и уже наводите, и вам, опять же, подсказки. Опять же, удерживайте, если нужно еще в подсказке какую-то подсказку открыть. Опять удерживайте. Вот таким образом и открывайте кучу всего. Итак, например, я Леон, воюю с Наваррой, они в союзе со Священной Римской Империей. И вражеские столицы показаны вот таким вот, как бы, корона, выделенная, видите, желтым таким пламенем горящим. Если бы тут было несколько важных городов, то есть они были бы, может быть, короной поменьше, поменьше там. И также учитываются столицы союзников. То есть, вот видите, в Священной Римской Империи тоже Клиненберг, тоже выделен. Соответственно, чем важнее объект, тем больше очков при захвате дадут вот здесь вот. И, соответственно, у вас там, если вам нужно, допустим, сотню, да, чтобы победить. Даже если вы, допустим, захватите вражескую столицу, там может не оказаться самого главного вражеского там короля и императора, неважно кого. Но будут ценные родственники, которые также, вот видите, боевой счет от узников. Они, как бы, станут дополнительным аргументом на войне. Так что не всегда есть смысл пленных сразу продавать. Смотрите, вот здесь они играют роль или нет, боевой счет от узников есть ли или нет. Иногда даже, когда вы захватываете вражескую столицу, вы можете сразу пленить вражеского там императора, короля, и сразу будет 100% победа. Например, у вас маленькая держава, и вы как-то ее вроде бы расширили, захватили тут какие-то тоже мелкие другие, да, страны. Но у вас очень много титулов, у вас нет нормальной формы наследования, то есть все будет пополам, постоянно дробиться, делиться между наследниками. Это является очень большой проблемой. Как это решить? Вам нужно постараться как можно скорее получить более значимый титул и остальных, соответственно, назначать своими вассалами. Ну, это уже там родственников желательно. Например, смотрите, у меня великое вожество владения Туров, то есть щелкаю на него, смотрю, Де Юре, он куда входит? Он входит в королевство Рутению, вот как она выглядит. Ну, естественно, чтобы этот титул создать, вам не обязательно все земли контролировать, то есть тут написано, сколько вам нужно. Ну, вам нужно не менее 12 Де Юре графств, то есть вот, ну, получается примерно, то есть всего их 23, примерно половину от этого вам надо контролировать, чтобы создать королевство Рутению. Либо вы можете, не обязательно этим путем идти, например, можете создать Галецкую Русь, щелкать на нее. Вот, то есть если у вас, допустим, так карта изначально, щелкайте здесь на королевство, и вот смотрите, допустим, Галецкую Русь решили, да, не сюда идти, а вот по этой ветке. И также смотрите, то есть сколько вам необходимо, о, здесь уже 6 из 11, то есть ее создать гораздо проще. Вот, видите, тут требования к титулу. Можете создать Белую Русь, в общем, смотрите ближайшие титулы, которые вы можете захватить, и это будет вашим основным титулом. Вот, вы все равно, конечно, будете терять какие-то свои владения, там, кроме столицы, но у вас будет основной большой титул, который как бы удержит всех остальных, и вассалов в том числе, там, за редким исключением. То есть, например, при Полоцке, когда я играл, я расширился, и вообще, если вы сразу не сможете королевство, то есть еще можете щелкнуть герцогство, вот, во-первых, я вот здесь вот, видите, объединю, сделаю туров герцогства, вот, либо могу Волынь сделать. Если бы я играл за Полоцк, например, да, вот видите, он такой, я мог бы захватить вот эти две земли, вот, как вариант. Ну, естественно, в идеале сразу делайте королевство, но потихонечку, если, то есть, ваш правитель не доживет, умрет, тогда просто постарайтесь создать вот такой, хотя бы, титул герцогства, чтобы он перешел, как главный вашему наследнику. Ну, в данном случае у меня уже есть великое вождество владения Туру, видите, все, как бы, эти... Но, просто мне все равно нужно вот этих вот коростень разбить, и все, чтобы полностью, как бы, земли были у меня подконтрольные, и они никуда уже не денутся. Всегда, всегда держите запасных дочерей, сыновей на случай важных переговоров, особенно это актуально при переходе от племени к феодализму, так как из-за экономического кризиса, который у вас произойдет, вы не сможете отбиваться от соседей никак, кроме союзов через браки с более сильными соседями. Следующий совет, это использовать структуру вашей армии, да, в зависимости от... То есть, использовать рельеф местности в зависимости от структуры вашей армии, прошу прощения. То есть, вот, когда вы щелкаете, то есть, вы смотрите, на каких местностях у каких родов войск есть какие преимущества. Старайтесь проводить сражение так, чтобы противнику была необходимость, ну, например, форсировать реку. Или, например, сражаться на болотах. То есть, вот, опять же, здесь щелкаем тип местности и смотрим. Вот голубым выделено, что? Тип местности болота, зеленом, леса, бордовом, холмы, вот таким беловатым равнинам. То есть, на равнинах кавалерия, на холмах пикинеры, в лесах лучники бонусы имеют. Ну, и, естественно, учитывайте, какая армия у вашего противника. Ну, то есть, например, я хочу объявить войну Хорватии. Давайте посмотрим, кто у них. Ага, военная помощь союзников у них будет еще. Ополчение, ага. Ну, то есть, можно, например, даже вот лучший пример папства, например, объявить войну, да. И вот здесь вот показывается, то есть, кто у них там. Ополчение и шесть рыцарей, то есть, не густо. Ну, это просто было начало игры, и тут еще никто не успел никакие армии собрать. Допустим, давайте на примере Уэссекс я играю и Гордарики рядом. На них щелкнем, вот, посмотрим, значит, у них, ага, ополчение. Еще у них и союзники есть. Тринадцать рыцарей и тринадцать рыцарей у союзников. Ополчение, ага, посмотрели. Лесная стража, то есть стрелки. Легкая пехота, легкая конница. Конница просто. Ну, то есть, можно было бы на экране войны еще это посмотреть. Ну, и, конечно, даже сами старайтесь не форсировать реку, но, в принципе, на этот случай есть даже специальный перк в военном деле. Самый последний перк называется вот стратег. Свойство стратег, наводим, пересекает воду, не теряя преимущества. Да. Например, конницу лучше заманивать на болото, потому что они там имеют наибольшие дебафы. Легкую конницу, по крайней мере. Также не игнорируйте рыцарей. Может быть, у кого-то они называются богатыры, у кого-то убереги. Они невероятно сильны в сражениях. Если вы агрессивно расширяетесь или обороняетесь, однако лучше запрещать родственникам или каким-то полезным советникам участвовать в сражениях, чтобы им голову не пробили. Все-таки они ценят другими навыками. Также, опять же, в военном деле есть невероятные перки на эффективность этих самых рыцарей. Плюс 75%. Они очень сильные, повторяю. Например, вы объявили кому-то войну, а потом получили часть территории, и у вас заключено перемирие. В принципе, его можно нарушить, но будут определенные дебафы. Давайте вот посмотрим на примере. Недавно заключил перемирие. Перемирие будет нарушено. 250 престижа. Но если у вас его очень много при феодализме, то есть он начинает копиться, то есть это вообще не страшно. Другое дело, уровень репутации. Уровень репутации, опять же, тоже здесь вот в престиже. Вот он. Доброе имя. У меня сейчас нет запаса прочности. То есть если я объявлю войну, у меня отпустится ниже, чем доброе имя, и будет еще больше дебафов. Ну, то есть будет плохо. Также получу модификатор нарушенное перемирие. Общее мнение минус 50, но лишь на 3 года. В принципе, не так много. И относительно на это пойти можно. То есть через 3 года этот минус 50 пропадет. Но, допустим, вот посмотрите, доброе имя. То есть бесчестие, видите, уровень репутации. И мнение мирян минус 10, и количество рыцарей минус 1. То есть уже такой относительный дебаф. Если бы у меня был уровень репутации на 1 больше, известность, видите, сразу после доброго имени. То есть я бы, ну, не потерял это. Хотя, с другой стороны, я бы потерял бонусы, даваемые известностью. Опять же, мнение мирян плюс 3, количество рыцарей плюс 1. То есть, видите, чем больше, тем больше бонусов. Но иногда я этим пользуюсь, когда нужно кого-то прям вот буквально дожать, добить по-быстрому в силу тех или иных причин. То есть иногда чем-то можно пожертвовать. Я не говорю, что так всегда нужно делать. То есть, опять же, по ситуации. Следующее, это, что, как оказалось, сохранение, даже облачные, все-таки можно откатить и переиграть. Где именно они находятся, будет указано в описании под видео, и также закреплю это в первом комменте. Я так не делаю, потому что интереснее все-таки без сохранений, но тем не менее, если кто-то все-таки захочет. Если что-то не так, добавлю это в описание, или закреплю в комменте. Не забудьте поставить лайк, и подписаться, если не подписаны. Благодарю за внимание.